Это мы уже работаем? Да. У нас был спектакль в театре. Назывался «Мой век» про бабушка, бабушка, мама и внучка. Четыре поколения женского. Непростые отношения, отчасти от того, что они все одинокие. А у меня в семье так было. Никакие проклятия, об этом не было никакой речи. Я ей такого в жизни не говорила. Я вообще очень осторожна в высказываниях, особенно в каких-то вот таких громких. Мы играли Карамазовых, я играла Грушенко в театре. И вот там сцена мокрая. Называется «Сцена мокрая». И был очень красивый костюм, такой тяжелый, с кринолинами. И вот я кружусь и параллельно думаю, блин, как я круто играю Грушенко. Прямо такая настоящая Грушенко я сегодня. В общем, короче, я падаю. У меня искра из глаз. Это все прям я на аванс-сцене. Вот так вот публика. Выбила локоть так, что отменили второй акт. Потому что я не то, что играть, я даже переодеться не могла. Профессия, она очень-очень непростая. Как только ты забываешься, обязательно тебе жизнь преподносит какие-то, какие-то сюрпризы. Вот нельзя с нашей профессией шутить. Ты должен все равно руководить своей ролью. Ну я просто, я фанатка, фанатка. Я тут сериальной индустрии. Шеймлесс. Эти... Как это по-русски-то, боже? Бесстытники. Бес... О боже. Да, дневники красной туфельки. Red Shoes Diaries. Мне сразу сказали, что это плейбой, что это эротический сериал. Но отказаться я в конце концов, я всегда откажусь. Мне просто любопытно, что это такое. Потом звонят мне. Говорят, вас утвердили. Мне присылают сценарий. Называется, значит, невесомость. Думаю, нет. Я замужем, у меня ребенок маленький. Нет, не могу. И отказываюсь. Проходит какое-то время, мне звонит режиссер. Да никогда такого бы не было. Меня больше режиссеры никогда не уговаривали. Говорит, Даша, я вас прошу, не отказывайтесь. Он меня уговорил. Я согласилась. У меня съемочный день стоил 400 долларов. По тем временам это какие-то баснословные деньги. Все это снималось просто очень-очень тактично. Был такой еще канал ТВ-6. Ой, это же Red Shoes Diaries. И я, значит, так вот смотрю, потому что я материал не видела вообще. Вот эти все истории перемежаются моим крупным планом. Очень круто, кстати, было снято. Так сделал Леша Родионов. Камера стояла за белой простыней. В середине был прорезан дырка для объектива. Вся группа была за этим кабинетом. Я люблю быть смелой. Я люблю сложные какие-то, некомфортные мне ситуации, именно потому что будут себя преодолеть. Я бы очень хотела сыграть Катарину Шекспира, но, видимо, уже все. К сожалению, мне очень мало предлагают таких острохарактерных персонажей. А я прям вот я очень ценю эти моменты, когда мне предлагается такой материал, где можно похулиганить. Хотелось бы мне большего, безусловно, если совсем успокоиться, сказать, что все круто, мне больше ничего не надо. Нет, это не так. Три года как бегаю. Каждый день. Сейчас уже бегала по 4 километра, сейчас уже по 5 начала. Ну вот то же самое, то же самое, такая же история. Я всю жизнь худела. Всю жизнь я сидела на диетах, всю жизнь я себя в чем-то ограничила. Пока вот не дожив до 40 с лишним лет, это надо было всю жизнь сидеть на этих диетах. Алло, Полина, это мать твоя звонит. Помнишь, что у тебя мама есть? Помнишь, да? Два дня мы не общаемся, потом три дня мы не общаемся, потом четыре дня мы не общаемся. Но я понимаю, что Даша это нормально, потому что у нее есть как бы магнит попритягательней в лице молодого человека. Никогда я ее не считала маленькой, что она не способна меня услышать, не способна меня понять. Я всегда относилась к ней с уважением. Надо быть все время в контакте, в каком-то диалоге с ребенком и никогда не обманывать. Мы приходим в этот мир одни, уходим из этого мира одни. Начала относиться ко многим моментам в жизни очень так философски, что не стоит там как по какому-то поводу сильно переживать. Вот вообще не стоит. Не отчаяться, не опустить руки. Ну вот это зависимость и неуверенность в завтрашнем дне. Вот это самое, самое дискомфортное в нашей профессии. Когда было тяжело, я тоже старалась найти какой-то, какой-то комфорт, что я понимала, что и это пройдет, что она не будет длиться вечно. Были моменты, прямо отчаяния. На каких-то моментах в своей жизни я поставила жирный крест. Все, ну, видимо, это мне не дано. Все, я с этим смиряюсь, я это принимаю, а потом раз и это мне дано. Блин, ну ты вообще ничего не понял, ничего ты не знаешь, поэтому я не могу сказать. Когда вот хорошо, вот здорово, когда тебе хорошо. Вот здорово, когда тебе хорошо.